Окей, привет всем присоединившимся к нам сейчас. И те, кто будет смотреть записи, мы начинаем разбор новой статьи Рамаханан Парата к недельному разделу Трума, который в ней в виде называется «Стак Аумнам и Шеф Элуим Алярат», что, в общем, приблизительно в русском переводе означает, а действительно ли, ну, не сидит все-таки, а обитает Всевышний на земле. Вот сейчас я сделаю шифту, чтобы мы все видели. Вообще, кроме общего разбора, эта статья интересна еще нам для иврита. Почему? Потому что, насколько я помню, я думаю, что не ошибаюсь, как бы фишка в том, что весь комментарий Рамаханан, он построен на, как бы, анализе, ну, не знаю, лингвистики, грамматики, да, грамматики иврита, вот, и это очень сложно перевести на русский, а при разборе, я думаю, что нам станет это понятно, это будет очень интересно. Сейчас, секунду, я сделаю шифту. Окей. Садок домой. Видно правильно? Да, да, видно. Сейчас я сделаю шифту погромче. Так, беру указку. Указку, указку, указку. Есть. Ну, хорошо. Давай, Тимофей, начнем. Окей? Окей. Так. Сейчас, секундочку, я только выключу здесь сайт, в котором было упоминание об обстрелах. Сейчас, секундочку, я его выключу. Окей, я его выключу. Так, снова возвращаюсь к вам. Да. Окей. Действительно ли Всевышний сидит, поселился на земле? Ну, да, обитает, я думаю. Я перевел обитает. В общем, да. И шеф это, как бы, да. Просто на иврите, как бы, зачастую такие речи, которые по-русски звучат грубо и, как бы, ну, неприлично, можно сказать, по отношению к описанию, как бы, Всевышнего, Бога, Божественного и все. На иврите это, как бы, вполне нормально. Поэтому это никому не коробит слух. По-русски это, если по-прямому, то это, конечно, немножко коробит. Аумнантшона правильно перевел, действительно, а действительно. То есть, как бы, вот это вот слово, в котором есть два слова. Действительно, а потом еще, наверное, все-таки ли. То есть, такое сослагательное. Окей, ну, хорошо, читаем дальше. Так, недельная глава Трума открывается повелением о создании, что ли? Ну, акама, создание, как это будет мне облить, то есть, было бы, про здание, как говоря, здание было воздвигнуто. Ну, вот, что-то типа воздвигнуто, можно сказать, да. Да, чего? Мешкана. Да. Мешкана, скажем, храма. Ну, Мешкана, это с Хиньем, но также и храм, правильно? Дальше. Лешем, наверное, Всевышнему. Лешем, в данном случае, это для того, чтобы. Для того, чтобы. Лешем, это для того, чтобы. Например, такое выражение, такое выражение называется Лешем Шинуй. Лешем Шинуй, как бы, ну, для того, чтобы представить это по-другому, называется. Вот Лешем Шинуй, такое очень распространенное выражение. Но Лешем, это для того, чтобы. Может, если дословно во имя. Во имя, да. А вот, кстати, русское во имя, это как раз отсюда, 100%. Ашраат – это воцарение. Ну, скажем, здесь нет слова воцарение, но ашраа – это вообще, говоря, влияние. В данном случае ашраа – это что-то типа воцарение, скажем так. Ашраат – божественное присутствие шхины в Израиле. Правильно. И как это сказано? Весули мигдаш в шаханти бетухам. Замечательно. И сделайте мне храм, и буду жить среди вас. Да, вот это вот очень странно звучит, как бы, вот это вот слово шаханти, оно как бы, опять же, как вот у нас было слово ешев – сидеть, да? И как бы про бога трудно сказать, там, в общем, язык не поворачивается. Вот слово шаханти тоже. Почему? Потому что, ну, смотрите, какие есть однокоренные слова. Кто такой? Как, наверное, будет сосед? Шахен. Как, наверное, будет дистрикт, район, в котором живут соседи? Да, нейборг, что-то в английский. Шхуна, правильно. С другой стороны, как, наверное, называется ипотека? Ипотека, да, при нас такого в России. Машканта, по-моему. Машканта, правильно. Это все от слова лешахен. Лешахен или ешкон. Да, лешахен – это поселять, а лешкон – это поселять отца. Да, это все от слова, как бы, проживать, но проживать не в том смысле, что… Есть, как бы, несколько слов. Одно – это, как бы, ну, мы знаем, да, лагур. Лагур – это жизнь, да? И уже вот эта вот игра, когда Абрам говорит и фроны. Я среди вахс, как бы, гер в эту шах. То есть есть лагур, а есть лошевит. Лошевит – это, как бы, оседать на земле. Это проживать то, что по-русски. Или поселяться даже, наверное, лучше. Правильно? А вот лешкон – это как бы внедряться. Это вот уже готово… Обитать. Обитать, правильно. Вот обитать, правильно. Вот русское обитать – это ближе всего, как лешкон. То есть это означает, что это не… Это означает, что есть какое-то жилище, да? Вот, а в этом жилище, в этом жилище кто-то обитает. Вот лешкон – это обитать. Правильно, да. И, кстати, слово «шхина», «шхина», она отсюда же, правильно? Окей. Отсюда же, от этого же слова. Это все интересно, да? Шахен – сосед, а с другой стороны, «шхина» – божественное присутствие. Это все однокоренные слова. Окей. Ну и поэтому, как бы, очень странно. Вот это вот изначально вызывает, как бы, недоумение. Когда мы говорим, что Всевышний, он обитает везде. И он присутствует везде. Его невозможно представить себе в виде любого, как бы, материального представления. А с другой стороны, этот глагол в эшаханте, да, то есть, как бы, лишкон, он применим только к земным существам, которые где-то проживают, которые должны где-то обитать. И поэтому это очень непонятно. Это изначально-изначально очень непонятная фраза. Окей? Ну, хорошо. Читаем дальше. Читаем дальше. «Брам» – это «однако». Да. «Брам» – это «однако». Замечательно. Однако само повеление, вот это повеление вызывает большое удивление. Правильно. «Тмия» – это удивление. Ты очень хорошо прочел. Почему? Потому что, ну, скажем так, для тех людей, а это, как бы, все русскоязычные, для которых «эй» практически непроизносим. Поэтому гораздо правильнее, хотя зачастую там, даже словаря пишут, что это очень похоже на украинское «э». Но на самом деле, ну, как бы, более прилично принято действительно произносить это гораздо ближе к «а». И, ну, в случае, когда это еще идет «ю», то это очень близко к «я». Правильно? Но, во всяком случае, правильно говорить «ближе», гораздо ближе к «а», чем ближе к «г». Потому что «г» – это совсем плохо. Это, как бы, говорят, ну, я не знаю, не обижая новых репентриадов, но, как бы, люди, которые только начали учить евре, всегда дико режут слух. Окей, поэтому ты очень правильно прочитал «тмия». «Тмия» – это нормально правильно сказать слово «тмия» вдова. Окей, дальше. Аменусахат. Аменусахат, потому что это жацкий рот. Правильно? Бехарифут ал'ядей Донецхак Абарбанель. Правильно. Берушо Летора. Замечательно. Вот это вот «тмия», «тмия», а нам «менусахат». Это выражено, наверное, почти. Да, ну, сформулированное. «Нусаха» – это сформулированное. «Нусах» – это формулированное. Ну, вот, говорят, «нусахашхеназ», например, да, это, как бы, ашхеназская версия. Но, вообще, «Нусаха», «Нусаха» – это, как бы, это формула, да. Поэтому мы «Нусаха» – это сформулированное. Кем? Бехарифут. Ну, бехарифут резко, да. Хариф – это резко, это резко, в еде это острый, правильно. Хариф – это острый перец. Но бехарифут – это, как бы, остро, сформулированное. Ну, может быть, можно какое-то более лучшее слово подвать, потому что не остро, но, в общем, жёстко сформулированное. Таким-то, в общем, смысл понятный. Кем, Аль-Идей? При помощи Дона Исхака Барбанеля в комментариях, кто ли? Ну, даже мы слиха, даже не с помощью, а просто Аль-Идей – это кем-то. Это какое-то подвиждательное, что ли, я уже не помню, да. Аль-Идей – сформулированное Дона Исхаком Абарбанельем. Это Ем, Ем – это Аль-Идей, да. Бэперушо? Ну, комментарии к пояснению. Да, в его комментарии кто ли? И как он пишет, да. А, Лема Цава… Ну, правильно, можно, конечно, Лема сказать, в данном случае, Лама. А, да, извините. Лама Цаваэт Барах Бэма-Сэ Амишкан Вэамар. Правильно. Почему заповедовал Богословенный в действии… Ну, Бэма-Сэ, в смысле, в создании Амишкана всегда. Ма-Сэ – это типа-то создание, история. На данном случае создание. Когда говорят Ма-Сэ Брешит, то это вот, ну, не знаю, история сотворения мира, предположим, да. Ну, вообще, это как бы не история, в смысле, пересказывание этого истории, изложения, а в смысле само деяние. А, вот, наверное, лучше всего слово «деяние», потому что и Ма-Сэ это тоже делает. Вот деяние этого самого Мишкана, да. Окей. Сказав, Вэшахан, Тебе Тухан. Вот именно. И буду обитать среди них. Да, вот именно. Киилу гаягу Итбарах Гешем. Дождь. Мокеф. Мукав. 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 Мукбаль. Правильно, конечно. Мукаву Мукбаль. Мукаву Мукбаль. Да, давай перейдем к Киилу. Ая-У. Итбарах Гешем. Мукаву Мукбаль. Мукав. Было он. Как будто. Или разве. Как будто. Или разве. Как угодно. Ая-У. Разве не было он. Как будто он, благословенный, является кем? Но слово «деяние» является кем? Дождем. Ну, дождем. Мукаву Мукбаль. Мукав. Мукав, Мукбаль. Мукав – это окруженный. Мы говорили «Экэф» – это объем. А «Кафот» – это обхождение стори психоатара, который с Божьей помощью вот скоро, значит, произойдет. Поэтому Мукбаль – это ограниченный. Окруженный, да. Например, там кто-то на «Си» – Мукав Б. Шомрей Рошо. Это президент, окруженный телохранителями, да? Когда он был дождем, окруженным. И Мукбаль. Что-то Мукбаль ограниченный. Ограниченным. Вместе. Ну, он выбрал слово «гешем», как бы, ну, неважно, какой-то объект, который ограничен в пространстве. Да. Это тот вопрос, который задает любой человек. И мы его задали вначале. И Дональд Сакавар-Банэм тоже его задает. Совершенно непонятно, зачем Всевышний дает такое указание, ведь он же не ограничен ничем. А как он говорит «меня поселите», как будто он Гешем. Гешем не очень понятно, при чем здесь Гешем. Но, тем не менее, Гешем – это такой образ природного явления, который ограничен в пространстве. Дальше. Что если он переворачивает правду? Ну, да. Я думаю, просто, как бы, это иврит немножко такой, который не очень ложится на современный иврит. Но если чуть к нему поднастроится, то понятно. Хотя он, на самом деле, полная противоположность. Потому что это, на самом деле, полная противоположность. Окей. Киу. Киуит барах, эно гешем, в эно ко бэ гешем. Да. К тому, что он благословенный не дождь и не сила в дожде. Ну, как эно ко бэ гешем. Да, его сила не в дожде. Я думаю, что он специально здесь употребляет слово гешем. Потому что на иврите, мы уже несколько раз говорили, гешмиют – это материальность. И вообще гешем олицетворяет материальное. В данном случае, когда речь идет о противопоставлении трансцендентального, то оно прямо противоположено материальному, который на иврите является гешем. Поэтому я думаю, что он и выбрал это гешем. Он тут говорит. Киуит барах, эно гешем. Потому что он благословенный не дождь. В смысле, я думаю, даже не материально он здесь имеет в виду. Не напрямую с гешемом. Может быть, изначально даже это не гешем, а именно материальность. Может быть. Те, кто изучает доноскар бэ гешем, могли бы сказать, скорее всего, что это вообще не гешем, а речь идет про материальность. Но мы там перевели как гешем. Может быть, что вообще изначально он имел в виду материальность. И как бы у него его сила или его потенциал не заключен в материальности. Дальше. Как приписывать его место? Яхас – это отношение. Как соотносить его с местом дословно? Ну, может, я бы сказал приписывать, понимаешь, место. Окей. Дальше. Выходит барах бэ атсмо амар. Да. А шамаем кисей варец. Киски варец. А дом рагли. Из-за бэйт ашер табэйнули, эйзе маком менухати. Да. А в другом месте, если мы говорим, что в роге Иша и Шаял, сказано прямо противоположно. А шамаем кисей. Значит, небеса престол мой и земля. Больше от моих ног. Ну, да, да, да. Что-то типа этого, да. Да, да, да. То есть тут как бы наоборот речь идет. Каким образом меня можно сматерализовать в пространстве и во времени. Дальше. И зэ бэйт ашер табэйнули, эйзе маком менухати. Эйзе – это означает, какой же это и какой же это дом, который вы построите мне. И какое же это место, которое для моего пребывания, оттуда, скажем так. То есть, ну, как бы полная противоположность. Грубо говоря, меня нельзя, меня в смысле Бога Всевышнего, нельзя определить в каком-то как бы месте, времени и пространство. А тут есть напрямую целую. И просто совершенно жестко говорится в словах, которые мы сказали, на уровне шкуны, на уровне района, на уровне прописки. Постройте мне святилище, и я буду в нем прописан проживать, чтобы обитать. Ну, как бы совсем непонятно. Дальше. Ешь. Может, я передам? Да, пожалуйста, нет проблем. Аслан? Да, я здесь. Окей. Есть ли цаен, шешейла-зе, мецуя. 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 Мецуя-квар бемидраш хахамим. Да. Бешмот раба. Замечательно. Есть ли цаен, шешейла-зу, мецуя-квар бемидраш хахамим бешмот раба. Да. Как перевести? Ешь ли цаен. Стоит подчеркнуть. Стоит пока просто по прямому переводу. Шешейла-зу, мецуя-квар. Этот вопрос, мецуя-квар. Он уже как бы находится, или он уже поднимался, как угодно. Где? В имидраш хахамим шмот раба. Шмот раба. Да, шмот раба. Шмот раба. Шмот раба – это сборник мецуя на книгу шмот. Дальше. ВМ. Замечательно. Ота. Ота. Бельшонам. А ци юрид, да. Ци юрид. Ке диалог. Вем. В смысле мудрецы. Они, ми нас хим, да. Формулируют. Кто такая Ота? Ну вот этот вопрос. Потому что написано. Ешь ли цаен. Шешейла. Мы начали слово вопросов, и есть, стоит подчеркнуть, что этот вопрос уже, ну, дальше рассматривался, так дальше, так дальше. Вемы на снимута, и они формулируют ее, и этот вопрос, ну, по-русски мужского рода вопрос, да? Белшотам, а циюрит своим красочным языком. Циюр – это картина, а циюри – это красочный, ну, типа по-русски называется красочный, или ярким языком, как угодно, да? Они это описывают таким ярким языком, или красочным языком, и диалог, в качестве... Как диалог между Маширабеем и... Правильно. И Рибоноширулам, владыкой мира, да? И вот дальше, дальше этот медраж. Бешаа. Бешаа. А, Шеамар Акадош Баруху, Ле Моше, Хосе Ле Мишкан. Да. И в это время, когда... Б, Б – это всегда, Б. В тот момент. Б, Б – это даже в час, можно перевести просто в час. Час или в тот момент, когда сказал... Б – когда сказал Акадош Баруху Моше, сделай мне... Мишкан, сделай мне святилище, сделай мне Мишкан, да? Итхиль? Итхиль Атмия. Да, Итхиль Матмия, я думаю, вы Омер. Итхиль Митмия, Ир Магеда, да. О, он... Очень всегда... Начал. Он, в смысле, Моше, он начал удивляться, или он просто без слова начал, а он как бы очень сильно удивился, да? И сказал, что он сказал. Кводо, да. Акадош Бару, сокращение, да. Мале, Кводо Мале, да. Веттохтаним, да. Верхнее и нижнее. Веху Амар, осели Мишкан. Да, правильно, замечательно. Кводо, шелакадош Бару, Мале, Ильюним, Веттохтаним. Влю, Омер, осели Мишкан. Слава Всевышнего. Слава Всевышнего, благословен он, Мале. Ну, как бы, полнится, слава Всевышнего полнится. Ильюним, это кто, Небеса и Земля. Верхнее и нижнее, правильно? Верхнее и нижнее меры. Дальше. Вы Омерли, осели Мишкан. И он говорит. А он мне говорит, сделай мне святилище, да. Как я могу сделать святилище? Как я могу вместить святилище в то, что не вмещается во все верхнее, во все нижнее. Дальше. Да, вот это вот то, что, правильно, вот это то, что вынесено в заголовок этой статьи. И это, вот это центральный вопрос, который из книги царей, книги Малахим, из первой книги царей, восьмая глава, двадцать седьмой стих. Ки Аумнам, Ешеф и Луи Малярес. Это наш заголовок. Что действительно живет. Действительно, да, или обитает или присутствует, как угодно, Бог на Земле. Вот это центральный вопрос. Вопрос даже не в можно ли вместить, а вопрос о том, обитает ли он, единственное слово Ешеф, даже не обитает, а как действительно, типа, сидит, живет на Земле. Здесь ли он на Земле, то есть где он на Земле или наверху? Как? Каким образом можно сказать? Если он не на Земле, то каким образом его можно вместить? Как бы, можно человека прописать, да, на проживание, в том случае, если он, как бы, живет на Земле, а если он не живет на Земле, то не можешь его прописать? Дальше. Амар ло. Амар ло. Акадош баруху. Да. Ло кешем ше ата сибур. Савур. 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 Ках ани савур. Замечательно. Что ему сказала Акадош баруху? Не как имя твое. Ло кешем. Вот у нас было кешем. Не как ты. Не как ты считаешь, так я считаю. То есть, грубо говоря, твои предположения – это не мои предположения. Или, грубо говоря, я считаю или я предполагаю по-другому не так, как ты предполагаешь. То есть, твои предположения, а мне – они неправильные. Дальше. Эла. Эла кекараш. Кераш бетсафон. Векераш. Это кув сокращенно. А, нет. Слыха, слыха. Эла кав кераш бетсафон. То есть, доска двадцатиметрового локтей. Да? Но это он о Всевышнем резко отвечает. Говорит. Ты не понимаешь вообще, о чем я говорю. Почему? Потому что я тебе уже сказал. И он ему говорит. А каким образом тогда встроен мешкан? Там очень четко даны все физические параметры. Правильно? И сказано. Вот одна сторона будет кав кераш. То есть, будет доска длиной двадцатим локтей. Правильно? Вот. И это с севера. Кав бедаром. Да? И двадцать локтей с юга. Вехет бемараф. Ну, и так дальше. Перечтение всех вот этих физических пространств. И восемь с запада. Дальше. Вело от. И не еще. Вело от. Давай только прочитаем. Вело от. И еще не. Нет, давай только прочитаем сначала. Вело от. Вело от Эла Шеорет. Шеерет. Я спущусь. Шеерет. Ве Этсмацем. Ве Этсамцем. Да. Ве Этсамцем. Шхинати. Правильно. Бетох. Ама. Ама. Аля Ама. Аля Ама. Ама вот локоть я точно знаю. Ама это локоть. Да. Правильно. Поэтому. А. 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 Я думал. То есть не думал. Это доска. Если посмотреть постройку мешка. Там было сказано. Что надо хорошим сделать определенный. Да. Что-что? Да. Да. Это доска. Хорошо. Это доска. Ну доска. Бревно. Надо вот бревно было сделать вот от соответствующей длины с каждой стороны. Так вот ответ такой, что ты совершенно неправильно предполагаешь. И так, как ты предполагаешь. И не так, как я предполагаю. Почему? Потому что, ну вот, во-первых, должны быть физические параметры совершенно определенные. То есть 20 локтей бревно оттуда, 20 бревно с севера, с юга, 8 с запада. Но еще более того, выло от Эла. И более того, что я спущусь в Ицамцемшхенати и я с ну цинцум, я сожму, да, вот это вот сжимание. Я сожму свое присутствие до чего? В итоге ама-адама. Локоть на локоть. Локоть на локоть. Но я не хочу это говорить, потому что это вообще как бы вульгарно и примитивно, да, и как бы вообще на уровне профанирования. Но тем не менее, как бы, ну это вот на тему со всякими кавычками, да, типа иллюзиона. Всевышний ему говорит, ты совершенно не понимаешь вообще, о чем я говорю. Мало того, что мое жилище будет вот совершенно как бы размещено по физическим параметрам, совершенно четким. Более того, будет эффект цинцума. Я сожму себя до ама-адама. Локоть на локоть. Потому что ты вообще себе представитель, ты говоришь, как такое, может быть, ты же не человек. А я тебе говорю, я более того, что сделаю, вообще не так, как человек. Человек не может уместиться в локте на локте. А я и тогда смогу сделать. Ну вот как бы вот такое накручивание, да? Окей? Ну хорошо, возвращаемся к Тимофею. Да, да. Давай. Аю ам нам. Это конец. Аю ам нам. Мы хохмей бикорет микра. Да, да. Шевекшу ломар. Шешела философит зе. Ина эле при гуд. Да. Херет. Да, давай, перейдем. Однако, аю ам нам. Однако, да, от мудрецов. И однако были, он отстает в кавычках, да, то есть как бы иронически. Хохмей бикорет микра. Это библейская критика XIX века, которая, ну, в общем, пыталась разложить, скажем так, пятикнижья на смысловые куски, доказав, доказывая, что это эклектика, которая либо имеет основы различных авторов, которые потом кто-то соединил, либо, либо, ну, даже не либо, а эти авторы, они, кроме того, они, их действия, они были под влиянием внешних воздействий. В данном случае, в данном случае, это вопрос как бы философски обсуждается, правильно, может ли Всевышний обитать на земле, то есть вообще, можно о нем говорить антропология, можно ли о нем описывать его и говорить о нем в рамках описания человеческого существования. Ну, и он как бы говорит, еще раз возвращаемся, аю ам нам ми хохмей бикорет амикра. Значит, однако мудрецы вот этого библейской... Были такие, он говорит, якобы мудрецы, так называемые, так называемые мудрецы библейской критики, да, которые... Потребовали, что ли? Ну, даже не потребовали, которые пытались, я думаю, или... Да, хотели, даже хотели, которые хотели сказать... Сказать? Да, да. Что вот этот философский вопрос... Что этот философский вопрос, ничто иное как... Эйна эле, ничто иное как... Ничто иное как плод... Агут ми ухэрэд, более поздний философий. Более поздний философий. Окей. Шээ... Подожди, агут это тоже философий? Агут это философий. Агут это имя... Агут это еврейское... Еврейское имя, существительное для философии. Лэгагот, то, что русский, если человек выговорить не может, когда есть подряд и дурт Гэй и Гимовы, сказать практически невозможно. Если тренироваться, то можно. Лэгагот. Лэгагот это философство. Агут это философия. Ну вот приагут ми ухэрэд, то есть плод более поздний философий. Окей, дальше шэ... Шээ... 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 Шэээ... 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 Митфиса... Митфиса... Амикроид Агдума. Амикроид Агдума. Ну тоже, это он все говорит с некоторой... Издевкой, да, вот издевкой. Которая как бы освободилась из плена... Плен, это я сейчас дабы, из плена чего? Ну вот фиса это, да, из рамок представления, ну как бы архаичной библистики, скажем. Ну вот так вот, да. Митфиса... Амикроид Агдума, это вот архаичная или... Ну древняя так не сказка, а архаичная, да. То есть идея какая? Он говорит, что они считали, что библейская фиса концепция, она была архаичная. Там не было вопросов, которые поднимала... Которые стали поднимать философы, ну я не знаю, средневековья и так дальше. Правильно? Которые возникали вопросы, а что такое бытие Всевышнего и так дальше. Вот. А эти вопросы там не задавались. Поэтому как бы они считали, что вот то, что здесь задается этот вопрос, он не может быть интегральной частью самой Библии, не может быть частью самой Торы, потому что эти вопросы там не задавались. А это, естественно, как они предполагали, их логика была, что это веяние более поздних философских тенденций, которые развились потом, да, а которые не являются интегральной частью самой Торы. Ну хорошо, вот такая идея. Ашер. Ашер Кибла это... Кавла. Ашер Кавла. Вот это вот специальный караид Агдума. Ашер Кавла. Ашер Кавла это Элогут. Да. Для Муса Гей Маком Визман. Визман, да. Ашер Кавла, то есть это вот примитивная Митфиса, Микраид Агдума, то есть примитивная библейская концепция. Что такое Кавла? Кавла, Ликболь, это Кабуль, это в смысле, которое даже это более сильно, чем ограничивало, которое запирало как бы божественность в понятии времени и места. Может быть, это имеется в виду даже как бы язычество на самом деле. Я думаю, что здесь как бы идея заключается в том, что может быть, это вот Микраид Агдума, где не имеется в виду даже иудаизм, может быть. Я имеется в виду, что по их мнению, это я сейчас делаю предположение, что по их мнению Тора была ответом на языческие представления, которые были в то время. А языческие представления того времени, они ограничивали божественным местом и времени. Поэтому Тора, которое или еврейское учение, которое принес, которое представил Моше израильтянам, евреям, оно должно было быть ответом на языческую концепцию, которая была вокруг. Ну, языческая концепция, она связывала божественность с местом и временем и строила им всякие культы и все прочее, чисто физические места для якобы присутствия вот что-то такого божественного, трансцендентального. То, естественно, как бы и Тора, она тоже пошла по этому пути. Окей? Это вот, но это опять же, это он говорит, говорит с явной, ну, как бы иронией, цинизмом или извительностью по отношению к библейским критикам, которые говорят, говорят, опять же, что вот эти эти философские вопросы, они не могли быть в Торе, потому что Тора является ответом на языческое. Ну, вот это я вкратце сказал, как я понимаю, я думаю, что я не слишком сильно ошибаюсь. Окей, дальше. Берам. Берам кенегет диврей оваль. Эвель. Эвель. Эвель овали макория. Умдим. Умдим. Однако, против напрасных слов. Против этих, ну, диврей эвель это пустота, да, вот это, как это по-русски называется? Тщетные. Ну, тщетные, да, пустые слова, может быть, еще какие-то. Что и да. Да, 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 да. Да. Брехни, вот брехня такое слово было, вот что-то типа этого, да. Стоят, да. Стоят. Кенискар бамидраш раба. Да. Ну, как сказал. Да, как это упоминаешь, бамидраш раба. Да. Псуким эмэфурсим. Амэфураши. Слихам эмэфураши. Амээдим. Амээдим, да, шишло. Шишлема амэлих. Шишлома амэлих. Да, 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 шишлома амэлих. Да. Боне амэгдаш ацмо. Да. Может быть, это еще буквально до запятой пишешь, иначе непонятно. Идхабет. Идхабет бешэла зо баямим. Да. Баямим мэмэкэдам. А какой ответ Ханан Парата? Он говорит, это дьевреэвэ? Это брехня? Чушь? Почему? Говорит, что это не поздняя философия. Посмотрите, что говорит Шлоу Муамэла, когда он строит мешкан. Он задает именно эти философские вопросы. То есть, он говорит, это совершенно аутентичная, как бы, еврейская постановка вопроса микроистского времени. А не поздние, как бы, там, средневековые и дальше философии. Совсем нет. Это у нас в источниках написано. И дальше. Вот это он говорит. Кенискарба и Медраш Раба. Как упоминается в Медраш Раба дальше. Псуким. Известные Псуким. Пэм и Фурашим. Это означает четко. Четко, явно. Мы фураж, в смысле, ну, можно сказать, прокомментирован. У нас же не проведено. Как совершенно четко и ясно, да, об этом свидетельствует Шлоу Муамэлах. А мы едим Шлоу Муамэлах где? Который является кем? Строителем самого. Да, который является строителем самого Мигдаша. То есть, это просто по месту. Ты не знаешь. То есть, он говорит, Шлоу Муамо строил Мигдаш не как ответ на языческую концепцию. У вас есть там эти самые жертвенники, правильно? Ну, и мы тоже построим. Мы что, хуже, что ли? Мы должны быть как у всех, правильно? Совершенно не так. Совершенно не так. Он уже тогда, что он? Идхабет Бешейла. Задавался вопросом. Ну, да, задавался. И даже Идхабет Бешейла, это даже не задаваться. Лонишаль Бешейла. Идхабет. Ну, как бы, в среднем мире задаваться и мучиться вопросом. То есть, он, ну, вот, мучился вопросом, скажем, да, тут нет слова мучения, но вот Идхабет, это очень близко, как бы, к мучился вопросом, да, Баямим Микедом, как бы, с древних времен, но с древних времен, когда он строил храм, он уже задавался этим вопросом, сейчас будет цитата, да, Бенатан Ла. Бенатан Ла обитуй, аз давка, беша, ше, ханах, эт бейд, а Мигдаш. Правильно. И дал ей определение. Ну, да, выражение, определение, да. С, в смысле, ну, дерзкое определение или такое мужественное, ну, мужественное, что-то типа дерзкого определения, да. Да. Или храброе, смелое, как угодно, вот, да. Давка. То есть, действительно, сейчас. Именно, именно во время. Именно во время. Ше, ханах, эт бейд, а Мигдаш. Когда освещал. Ну, освещал, по-русски это, что делать дома, сейчас забываю. Ну, да, по-русски это освещал, правильно. Ханах, это, в смысле, вводил в строй, вот то, что на современном русском языке, да. Окей, дальше. В, почему каха? В, почему каха? В, хо. А, в, хо, правильно, в, хо. В, хо, дзеврей шломо бет филото. Правильно. И вот слова шломо в молитве его. Замечательно. Ки Аумнам, Йошиф Элогим Аль-Арец. Да. Действительно ли, Всевышний поселился на земле? Ну, да, из уст того, кто строит мешкан, это просто явно в тему. То есть, это явно философский вопрос, который его занимает, а совершенно не последующая философия. Да, дальше. Гене Ашамайм, Ушне Ашамайм, Ло Ихалькелуха. Правильно. Ведь, что я думаю, Вене, потому что, может быть, Небеса и Небеса. Небеса и Небеса, да. Небеса и Небеса, да? Ло Ихаллуха, в смысле, ну, как бы не вместят тебя. Да, не вместят тебя. Ах? Ахки Абайт Азе Ашер Банити. Да. Разве тогда дом, который я построил? Да, так уж разве дом, который я как бы построил, который я построил, да? Ну, вот это тоже вообще впечатляюще, да? То есть, Шломо, который строит и все, и делает его МФР, и, по-видимому, был совершенно как бы внутри всех этих вычислений построек, с какого материала, ливанские кедры, камень и так дальше. И по постройке здания, когда, по-видимому, это его совсем не должно было занимать. Эти вопросы должны были его занимать сначала. А именно, стоит ли это строить? Правильно. 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 И однако, если... Ну, смотримся, смотримся или присмотримся, пристально посмотрим. Поглубже в вопрос. Да, мы шлилашла молэмка, да, правильно. Негале. Негале и мэкуфлот. Мэкуфлот, ну, как бы вложены в нее, дословно вложены в нее, или она содержит в себе. Ну, содержит в себе, да. Штей? Мэкуфлот, баш, тэй, шэй, лот, ну, квот. Да. Откроется, мы откроем, что вложено, значит... Ну, да, что в ней кроются два принципиальных вопроса. Но кэвет, это вот когда говорят у него у лаках или у накат бэмда, но кэвет. Накат, значит, упорная, и когда человек не сходит с места, да, это я, кстати, это от слова накива, это от слова мэнков, это вот делать дырку. Я думаю, то есть как бы жестко стоять. Поэтому видим, что вот в этом, в том, что то, что ты прочитал, да, в этих псукин, там мы увидим, что там вложены, или содержатся два принципиальных вопроса. Какой первый? Айхат кейцат ехоль рибоношел лам ше ашамайм вешмей ашамайм ло и халькелугу правильно лейд гашем кэбихоль лешхон правильно лаль алей адамут. Замечательно. Итак, первый вопрос. Кейцат, каким образом? Каким образом может рибоношел лам всевышний? Да. Значит, властеление небес. Которое его определение снова. Ашамайм бешмей шамайм ло и халкелугу. Которого небеса и небеса небес не могут охватить. Вместить, да. Лейд гашем. Ну, лейд гашем правильно все по-русски. Материализовываться, что ли? Да, правильно. Тут уже как бы явно с дождем это не связано, да. Ну, как бы связано, но опосредованно. Может материализоваться кэбихоль как будто, да. Вэлешкон и обитать где? Обитать. И хваль алей адамут это на земле. Вот то, что по-русски говорится на земле. На иврите это алей адамут. Окей? Ладно. Ну, я дочитаю до конца этого параграфа. Да, нет проблем. Вэшния. Гам им на них шьеш химия. Хибур бэйн алейм леулаам. Да. Мадо еш лицам цему. Левейтам цему, да. Правильно. Второе. Даже если предположим... Даже если мы предположим, да. Есть хибур это важность? Нет, связь. Связь между Всевышним и миром. Да, между, да, божественностью и Всевышним и миром, да. Физическим миром в смысле, да. Мадо. Почему надо как бы запихивать его? Ну да, запихивать было бы самцем. Это в смысле самцем уменьшать, да. Вот цемцум это очень важная понятия. Цемцум сокращает, да. До размеров бэйтмэкдаша, до храма. Даже если есть связь между трансцендентальностью и материальностью, зачем трансцендентальность надо сужать до размеров храма. Окей. Гэна Кадошбару, ведь... Гэна Кадошбару, мэло коль арес квадо, вэлло сорых лешхон дамаком несуям. Замечательно. Ведь Всевышний наполняет смысловую всю землю. Ну да, слава Его полна вся земля. Да. И нет у него необходимости обитать в ограниченном месте. Ну да, в каком-то определенном месте. Правильно. Окей. Замечательно. Да. Перед тем, как зададим, как мы зададимся... Перед тем, как мы соотнесемся с этими двумя вопросами... Правильно. Мина Рауи. Ну, Мина Рауи – это желательно. Желательно... Ладгиш. Ладгиш. Подчеркнуть, что... На самом деле... В отсутствии глубоких ответов. Ответов. Да. На каждый из этих вопросов. На каждый вопрос, да. Агуль коле нян амигдаш лейраут зар у мейтар. Зар у мейтар. Правильно. Ну, агуль – это по-русски слово «может». Правильно. Оно может быть с плюсом и с минусом. По-русски «может» – это может быть нести... После него может быть положительное сообщение. Это как предваряющее положительное сообщение, либо отрицательное. Да. Он может, не дай бог, погибнуть, либо он может разбогать их. Правильно. Вот на иврите, на иврите – это разделяется. Агуль – агуль. Это всегда за ним после него идет всегда отрицательное. То есть он может привести к чему, что весь иньян амигдаш... Все понятие храма или дея храма. Ну да, все дело, все понятие храма, или вся концепция храна. Он может, да, лейраут, лейраут слеха зарубиться. Он представится как внешний и излишний. Чужой. Да, внешний и излишний. То есть если не получить глубоких ответов на эти два поставленных вопроса, то да-да, мы можем себе представить, что вообще вся концепция храма, вся история о храме, она может представиться просто какой-то чуждой иудаизму и избыточной лишней, то есть вообще не о чем говорить. Иудаизм евреи поклоняются невидимому богу. О каком вообще месте, обитании, жилища вы можете говорить. Это вообще не соответствует концепции. Выкиньте это из головы просто и все. Окей, дальше. А с другой стороны, да, те как бы представители чистого жанра, а представители как бы не чистого жанра, они могут сказать, что окей, замечательно, похоже на то, как делают язычники. Или, или с другой стороны, ну, на хилуфин это по обмену, да, или как бы с другой стороны, может лейдардер, может опуститься, как бы опуститься, дойти до. До служения идолам. Да, до идолам, правильно. Одни чистые представители чистой, как бы, версии похода, они будут говорить, они скажут, что это вообще противоречит иудаизму, не о чем вообще разговаривать, ни о каких храмах, выкиньте это из головы. Вы что, язычники, что ли? Вы поклоняются невидимому богу. А с другой стороны, представители, которые как бы материальные материалисты, да, они будут говорить, ну, замечательно, будем как у всех. У них есть эти капища, ну, так у них капища, у нас храм будет. Ну, так все замечательно, да, окей. Дальше. Аруэ. Аруэ. Бэ-Алуим. Бэ-Алуим, да. Бэ-Алуим. Мэйн Ба-Ль-Гуф. Да. А закук левэйт Ли-Шефто. Ли-Шефто, да. Которые видят, вот эти вот сторонники материального, да, языческого подхода. Которые видят Бэ-Алуим. Во Всевышнем. Да. Мэйн это как будто, да. Как будто что? Как будто нечто обладающее. Что-то телесное. Телесное, правильно. А закуклый байт выше кто? Помещенный в... Нет, нет, который закукл, которому необходим дом. Или как бы проживание. Место проживания. Проживание, поскольку это некоторый материальный объект. Например, любой материальный объект. Ему нужно как бы вот какое-то ограждение от природы. Должен быть какой-то типа байт. Дом, да. Он должен жить. Вот как бы. Поэтому нам необходимо получить... Попытаться получить глубокие или обоснованные ответы на вот эти два заданных вопроса. Да. Потому что если мы их не получаем, то тогда как бы не о чем вообще говорить. то он либо спуститься, либо с одной стороны как бы поддаться тому, что сказать вообще никого храма не надо. Это просто совершенно не соответствует иудаизму. И иудаизм связан с трансцентрентальностью, которая не связана ни с чем материальным. Либо наоборот поддаться как бы в сторону материального и как бы не дай бог стать язычником. Правильно? И вот наши два вопроса, повторяю, они какие? Первый вопрос, который мы задали, каким вообще, каким образом можно представить себе, что Всевышний, которого небеса и небеса небесные включают, каким образом он может материализоваться до чего-то, которому необходимо проживание или для которого необходимо строить что-то, в котором он будет обитать. И второй вопрос был, если даже мы предполагаем, что есть связь с трансцентрентальностью и материальностью, то почему это надо сокращаться до Бейтмикдаш, до храма? Я говорю от себя дальше, да? Почему бы не сказать, как говорил Спиноза, но вот природа эта и есть Всевышний. Вот весь все, что мы видим, все, что мы видим, все это мы делаем, это есть Всевышний. Но почему же надо это целцун делать? Вот эти два вопроса, на которые он непонятно, как ответить. Окей? Ну хорошо, давайте, может быть, на этом закончим, ладно? Нормально? Да, да. Давайте, может быть, на этом закончим. Это такая глубокая тоже тема интересная. Я вам советую, может быть, если у вас будет перед следующим занятием чуток прочитать, повторить то, что мы сделали, и, может быть, пройти чуть-чуть вперед. Текст не очень сложный, но не совсем зубодробительный. Как бы в рамках того, что мы уже изучали и проходили, мы вполне как бы в нем ориентируемся. Ну, не сказал бы. Слушай, местами легко, а местами как-то очень мудрено. Смотри, я тебе скажу так. При минимальной подготовке, я тебе скажу по себе, я совершенно, как ты понимаешь, не ученый человек, и вообще особой мудростью не слаблюсь. Но, тем не менее, когда у тебя набивается глаз, и как бы, ну, я не знаю, язык, общий подход, ты тут же это ловишь. Потому что, на самом деле, ну, они как бы построены все, у него как бы такая, ну, это такой язык, это смесь не очень отстраненного от современного иврита, иврит, на котором говорит Ханан Пара. То есть, его вполне может. Достаточно мало очень таких совершенно служебных слов, которые, не знаю, только те, кто глубоко изучает, как бы, Талмуд. Талмуд, там, к своему несчастью, как бы, ну, классически или постоянно не занимается. Правильно? Не изучают, да, феумии каждый и так дальше. Да? Но, тем не менее, я не чувствую как-то особого спотыкачика, потому что ты практически все понимаешь. Что тоже он говорит и для такой общей аудитории. Понимаешь? А, не, идея-то понятна. Идея понятна. Просто конструкция некоторых предложений сложно. Это да. Это да. Они построены немножко сложнее, чем просто конъюзистентно-современная ивритская речь, да, они несколько более высокие. Но, тем не менее, мы вполне можем через это, как бы, продраться, продираться и разложить это, как бы, на полочке. Это, в общем, более-менее. Самое главное, я радуюсь тому, что мы, как бы, понимаем, я надеюсь, да, очень близко к тексту общую канву и, вообще говоря, общие идеи, которые Ханапара хочет предложить. И это, как бы, самое главное, на самом деле. Да? Окей? Ну, хорошо. Давай тогда на этом закончим. Не все, да? Все, выключаю запись. Туда-раба. С рот-с рот-ту-от. Все. Будем...